Здравствуйте, вы смотрите Актуальное интервью. Президент России Владимир Путин 5 сентября в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Анадыря, Магадан и Якутска. Большая часть итоговых поручений касалась Якутии, в том числе развития отрасли культуры. Как решение президента отразятся на республике и в частности на развитии отрасли культуры, мы поговорим сегодня с гостем студии Юрием Куприяновым, министром культуры и духовного развития республики. Юрий Степанович, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, какие проекты в своих поручениях выделил Владимир Владимирович? Мы все были свидетелями, видели, что самое главное поручение Владимира Владимировича Путина касались отрасли культуры. Он прямо и завершил свое выступление по Якутии, чтобы в 2026 году завершить строительство корпуса высшей школы музыки. Это многие планы, многие мечты многих жителей нашей республики и тех, которые сегодня достигают и развивают границы узнаваемости нашей республики, и тех талантливых ребят, которые приходят учиться. Они к 2026 году придут учиться уже в новое здание высшей школы музыки. А вот как вы считаете, что повлияло на решение президента о строительстве павильона? Как вообще этого удалось добиться? Есть такая вот как бы общепризнанная поговорка «Под лежачий камень вода не чечет». Президент обратил на это внимание и дал прямое поручение построить у нас кинопавильон. Даже обозначил о том, что в Якутии бывает долгая зима. Тем не менее, павильон должен работать круглый год, учитывая то, что мы быстро движемся, что мы активно движемся и что мы расширяем границы возможного. Сегодня якутское кино, это уже как бы знакомое имя, это знают все, а якутское кино всегда вызывает какой-то вот уже поворот головы, внимание, точку там, скажем, остановки. И все фестивали, которые проходят в Российской Федерации, без участия производителей кино Якутии, почти уже не проходят. Если мы едем на эти фестивали, все независимые, государственные, все, кто что производит кино, мы — это большая команда, большая команда главы нашей республики Осин Сергеевича, и большая команда тех ребят, которые создают интересное кино, кино, которое отвечает сегодня вызовам времени. Вопросы классические, но мы туда вкладываем, наши ребята вкладывают туда философию сегодняшнего дня. Поэтому якутское кино — это кино, которое отвечает сегодняшним вызовам. А для нас, для жителей республики и зрителей, которые мы создаем этот феномен якутского кино, это прежде всего кино, которое говорит на родном языке. Это наш государственный язык, это наш менталитет якутского народа, который расширяет границы, скажем, нашего населения, нашего народа, нашей природы, нашей республики, и обогащая, скажем, каупродукцией с различными субъектами нашей страны, зарубежных стран. Причем это же будет кинопавильон полного цикла, то есть здесь масштабы для развития необозримы. Да, сегодня это мечта. Да, никто же не знает, во-первых, где будет этот павильон. Около квартала труда, в районе Торкангаласы, на Покровском тракте. Но сегодня активно работает Якутия, Крия Якутия, корпорация развития Якутии, под руководством Афанасия Савина. Очень интересный, быстрый, удивительный, креативный молодой человек. Его большая команда, туда впитывается рабочую группу, наши ребята, кинопроизводители, независимые кинопроизводители, ребята, которые будут производить кинофильмы на этом павильоне, Саха-фильма, и эта большая команда в течение вот этого оставшихся дней 23-го года должна объехать, ну почти что там Китайскую Народную Республику, Казахстан посмотреть, где у нас студии Москва, Санкт-Петербург уже осмотрены, и сделать предложение такое, отвечающее современным требованиям сегодняшнего времени, такой павильон, который был бы, ну если мы сегодня строим, то есть позже, чем построили до нас эти павильоны, оно должно впитывать все самое лучшее, которое уже есть в этих мировых известных кинопавильонах. Это будет, наверное, будущее нашей республики. Очень интересное место, где будет не только сниматься кино, там будет, наверное, строиться новая мысль, новая жизнь нашей республики. Можно ли сказать, что появится своего рода сахавуд? Обязательно. Он так и будет называться. Скажите, а какие ключевые проекты в сфере кино сейчас можно выделить? Только достижения. Если в сфере документального кино, надо сказать, Сардана Барабана, который позавчера, да, вот уже буквально Санкт-Петербург ошеломил детьми войны. Буквально в эти дни, чуть погоня на следующей неделе, в эти дни откроется фестиваль стримингового кино, и фестиваль откроется нашим якутским фильмом, фильмом «Эд», который сделали Степан Бурнашов и Дима Давыдов. Они откроют фестиваль. Мы уже как бы не просто конкурсисты участвуем, нашим фильмом открываются такие фестивали. 15 числа сентября мы с большой командой сахафильма, большой командой независимых кинопроизводителей будем проводить дни якутского кино с 15 по 20 в Алма-Аты, республике Казахстан. Это вот как бы большой шаг расширения международных связей, международных каких-то контактов для того, чтобы, во-первых, мы повернулись на азиатскую сторону континента. Это Казахстан, Монголия, Киргизия, Узбекистан прежде всего. И мы будем туда ездить и работать над тем, чтобы эти республики свою кинопродукцию представляли и на нашем рынке, и на нашем прокате. Это как шаг к созданию ко-продукции с республикой Казахстан на основании соглашения, которое подписывали наш глава Исен Сергеевич Николаев и президент Казахстана Такаев. Вот этот разговор такой и был о том, чтобы мы создавали кинопродукцию, совместную кинопродукцию казахстанскими кинопроизводителями. Юрий Степанович, еще одно фундаментальное решение президента нашего государства – это строительство корпуса высшей школы музыки. Когда Владимир Путин назвал свое посещение высшей школы музыки невероятным впечатлением. И во время совещания он дал отдельное поручение, что это означает для развития музыкального образования и музыкального развития республики в целом? Да, мы сегодня, ну и не только сегодня, каждый день, каждый год, каждый человек думает о том, что будет завтра, что будет послезавтра. И вот это будущее наше, будущее развития классического искусства, классической музыки в нашей республике связано с высшей школой музыки. И наряду с теми поручениями, которые Владимир Владимирович давал чуть ранее построить высшие школы музыки, балетные школы, в Владивостоке, в Калининграде. Мы попали туда, в эту сетку, как президентская школа, как номер пять. И глава республики, Асен Сергеевич, когда был на приеме, с этим письмом обратился Владимир Владимирович Путин, и Владимир Владимирович Путин поставил такую визу. Политическое решение сегодня у руководителя нашей страны имеется, чтобы эта школа была построена. Проект. Хорошо, что мы большой командой тогда еще правительства убедили строителей наших, что заранее надо подготовить проектно-смертную документацию. У нас на стол прямо легла прошлогодняя подготовленная в 2022 году проектно-смертная документация прошедшая государственную экспертизу. То есть оснований для того, чтобы остановить политическое поручение главы Российской Федерации, обращение главы нашей республики, оснований не было. То есть было основание, то есть корабль был готов плыть по направлению, а сегодня ветер дует паруса этой истории развития высшей школы нашей музыки и музыки в нашем мире. Это то, что мы ждали, то, что мы обращались много раз, но всегда мешало тому, что проектно-смертная документация, отвечающая требованиям времени, не была готова. Сегодня было все готово для того, чтобы начать эту дорогу и построить красивейшее здание высшей школы музыки. Если там кто-то будет к этому времени, и если в прошлом, мы сегодня все документы согласованы и внесены в федеральную адресную инвестиционную программу, она буквально в сентябре будет рассмотрена на государстве Думы и утверждена, мы начнем в 2024 году уже первые сваи устанавливать в новой стройке и в 2026 году откроют двери нашей высшей школы музыки. Она будет очень красивым зданием в форме роялей. То есть вот ощущение, которое есть, что со стороны президента особое внимание уделяется республике, оно не подводит. Как вы считаете, это связано с тем, что Якутия и Якутск рассматриваются с точки зрения важного центра? Как говорил Айсен Сергеевич, для укрепления экономического и культурного влияния России в Азиатско-Тихоокеатском регионе и Арктике. Да, конечно. То, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обращает внимание и поддерживает наши проекты, говорит о том, что команда Айсен Сергеевича Николая не сидела просто сложа руки и активно все пять лет продвигали эти проекты. Они не сегодня родились. Эти проекты двигались, двигались, двигались и наступило время поддержать. И сегодня мы имеем уже политическое решение руководителя страны, чтобы федеральные средства на реализацию этих проектов, отрасли культуры, строительство моста через Лену, продолжение других инвестиционных проектов, они получили одобрение. Потому что они сегодня уже отвечают вызовам времени. И мы их должны сделать для того, чтобы Якутия и как тогда, многие годы вперед, когда мы в Бускали, была форпостом развития, открытия дальневосточного округа, получается, Дальнего Востока, освоение всех земель Дальнего Востока, то сегодня мы должны, наверное, уже быть впереди вот этого большого паровоза для того, чтобы Дальний Восток в Купе развивался, учитывая наши состоявшиеся близкие взаимоотношения азиатским регионам, которые находятся сегодня за пределами Российской Федерации. Поэтому нажимают кнопку развития Якутии не просто так, потому что мы здесь движемся, проектируем, развиваемся и очень активно живем. А вот с ходом движения какие еще крупные инфраструктурные проекты или, может быть, объекты в сфере культуры появятся в ближайшее время? Ну, Арктический центр Эпоса. Вот если уж соединить, то павильон кино, высшая школа музыки, Арктический центр Эпоса — это большая команда будущего развития культуры нашей сферы, искусства нашей республики, ну, наверное, и всей Российской Федерации. Это будет особенный центр со своим акустическим залом, наверное, лучшим акустическим залом на территории Российской Федерации нашей части, ну, если не считать там Мариинский театр, ну, приморскую цену Мариинского театра. Мы будем делать большую линейку для того, чтобы все гастроли по России великих артистов, музыкантов проходили обязательно через наш Якутск. А новая сцена драматического саха-театра и театра Ланхо, который открывать будет миру наше мировоззрение. Мы с опера Нюргун-Боатур отметили столетие образования нашей автономной республики. Мы в 1957 году с этой оперой открывали первые дни Якутии в Москве. То есть Нюргун-Боатур, это наш эпос Ланхо, он идет по жизни развития нашей культуры, нашей отрасли. И вот этот зал, этно-такой драматический зал, я думаю, что будет новым признанием наших достижений или, скажем, ступенькой развития и движения к искусству будущего. Поэтому арктистский центр, мы все полагаем, все наши отрасли, не только ждем, что это будет очень красивый дом, это будет наполнено содержанием нашей культуры, нашей традиционных ценностей, центра развития в целом культуры нашей республики. Причем здесь культура не только в разрезе устного народного творчества, но также и современной истории. Например, буквально вчера состоялась премьера нового спектакля в Саха-театре, посвященная Роману Дмитриеву. Нет, не Роману Дмитриеву. Дмитрию Коркину. Конечно, Дмитрию Петровичу Коркину. Спектакль назывался «Клятва». И Сережа Потапов его поставил. Поставил очень хорошо с духом. Я смотрел эту премьеру. Надо, если хочешь работать министром, надо ходить на премьеры, правильно? И должны быть духи этого времени. Красивый, правильный и очень утонченный спектакль в духе этого победителя, в духе учителя. В год педагога-учителя. Это наш подарок Саха-театра целым педагогам нашей республики. То есть ты воспитываешь борца, ты воспитываешь спортсмена, ты учитель этой жизни, ты воспитываешь человека. И все наше искусство на самом деле театральное, оно рассчитано на то, чтобы воспитывать зрителя своего. Мы все учителя, по идее, духовности, традиционных ценностей и люди, которые вообще, если уж так объединить, то Министерство культуры — это мир, который создает красоту. А без красоты ведь нет будущего человека. Ну и без победительского настроя тоже. Ну, конечно, мы все настроены на завтра, на будущее, на те проекты, которые мы с вами сейчас обсуждали, на те достижения наших учреждений, на те победы в фестивалях, на признание. Любое признание — это и есть победа, это и есть основа будущих побед. Мне остается с вами только согласиться, Юрий Степанович. Большое спасибо, что нашли для нас время и ответили на интересующие вопросы. Спасибо большое. Я сам тоже очень искренне рад тому, что Владимир Владимирович Путин дал такую высокую оценку нашему движению и поддержал все наши инициативы. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.